всем привет мои дорогие друзья и добро пожаловать на мой канал в новый влог а я думаю вы уже догадались что сегодня будет такое в основном мотивационное видео я буду мыть окно я буду мыть фасады кухни то есть у меня по плану такая минимум генеральная уборка на кухне конечно же начинаю я со снятия штор и протираю периметр окон где собирается огромное вот такое вот количество грязи даже уже не пыль а реально грязь эти шоколадные шторы я не стала снимать поскольку я стираю достаточно часто они около стола и быстро пачкаются кстати мы живем на низком этаже и вот видите у нас есть такая вот наклейка в форме жалюзи она очень спасать с ней очень комфортно посмотрите вот там сверху над окном есть крепление у нас раньше висели здесь римские шторы но с ними было неудобно когда они полностью закрыты окно было неудобно открывать поэтому я все-таки поменяла их на вуаль ну а сейчас показываю вам насколько здесь за полгода мыло я буквально осенью в конце осени в последний теплый денечки я успела помыть окна в квартире и вот за полгода собралась такая здесь грязь а сейчас вытащу сетку отнесу в душевую замочу ее там и потом когда хорошо промоя она высохнет я ее поставлю обратно у нас очень широкие подоконники ну как очень широкие я жила в разных квартирах разных домах и здесь вот получается подоконники у нас достаточно широкие тоже посмотрите на них собирается очень много пыли и листьев у нас многие соседи на эти подоконники выставляют летом весной красивые цветочки но вот я цветами не занимаюсь поэтому стараюсь просто поддерживать их в чистоте а кстати по поводу этой пленки с алиэкспресс для стекла она очень легко соединяется она многоразовая прилипает я так понимаю за счет статики я вам чуть позже покажу как ее приклеить и с помощью какого элементарного инструмента я делаю это очень быстро и просто ну а пока я сейчас просто ее сниму и помою с этой стороны стекла также использую при мытье окон вот такую губку потому что в местах где прилегает открывающаяся часть у нас всегда остаются такие вот черные полосы то ли пыль налипает на резинку но в общем черные полосы эти я стараюсь сразу убирать чтобы они не въедались ну и конечно же я в квартире мою окна не все сразу иногда мою по два окна иногда по одному то есть но вот в этот раз мне удобнее было сразу и окно помыть привести в порядок а и кухню а промыть прочистить так со второй створки я также со стекла снимаю пленку сейчас его помою и буду крепить эту пленку обратно как и обещала показываю я вам как креплю эту пленку окреплю ее с помощью шпателя кондитерского для выравнивания торта для нарезания теста вот очень удобная вещь кстати на алиэкспресса очень много разных рисунков текстур фактур там есть и снежинки и цветочки но мне понравилась вот такая вот пленка как бы универсальная имитирует жалюзи еще раз повторюсь что она очень очень удобна в использовании и и и и и и и и так но сейчас перехожу я к уборке чистки фасадов вот мне всегда интересно каким же образом на те фасады которые далеко от плиты попадает жир вот я понимаю там сверху сбоку но даже на боковых дверках у меня есть такие капли жира засохшего так что все оттираю все чищу раньше у нас на этой кухне мы ее покупали в касторами были ручки от производителя ужасные ручки так вот вы знаете под ними в местах крепления ручек все желтело было каким-то желто зеленым поменяли мы ручки на новые и проблема ушла никакой желтизны под ручками нет идеально вот просто сейчас мне очень легко чистить а в том году я щеткой туда зубной залазила с сифом все прочищала когда чистила кухню думала о том как организовать у меня еще многие ящики не организованы так вот хочется их организовать для хранения крышек для хранения кастрюль но вот пока еще не придумала а как буду организовывать буду с вами обязательно делиться дизайн кастрюль дизайн кастрюль дизайн кастрюль и Продолжение следует... Продолжение следует... А вот Женя с Милой у меня с удовольствием решили испробовать, как это интересно или нет. Продолжение следует... Видела, что здесь много всяких аттракциончиков, таких детских. Все, надо обязательно везде покататься. Продолжение следует... Там я вам оставлю ссылочку на видео с подробным рецептом. Но все это очень легко и просто. Используется только клубника с сливки. И я сама готовлю джем из клубники, чтобы сливки были с клубничным вкусом. Используется только клубник. И вот посмотрите, получается вот такая вот обалденная вкуснота и красота. Это настоящий летний легкий освежающий десерт. Просто шикарный. Рекомендую вам хоть раз попробовать приготовить его. Очень, я уверена, вам понравится. И вы будете готовить его часто. Ну, а вам спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забывайте подписываться на канал. Хорошего дня вам. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok